Латвия будет не просто конфисковывать автомобили с российскими номерами, но и передавать их Украине. Соответствующий законопроект принял в первом чтении Сейм Латвии, меру планируется ввести для реализации введенных Евросоюзом санкций. В начале сентября Еврокомиссия подтвердила, что согласно санкциям въезда в страны ес на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт, после чего многие страны запретили въезд российским машинам. Это помимо Латвии, Эстонии, Литва, Финляндии, Польши, Норвегии, Болгарии и Германии. Однако конфискацию российских автомобилей, уже находящихся внутри страны, пока никто, кроме Латвии, не вводит. Случаи конфискации были в Германии, но только при пересечении границы. О том, какие еще причины появления законопроекта, помимо санкций, рассказывает российский историк и политолог, эксперт в области российско-латвийских отношений Владимир Семендей. Идея передачи Украине конфискованных автомобилей изначально не была связана с автотранспортом, имеющим российские номера. Речь о конфискованных по, в том числе, каким-то другим основаниям автомобилях, в том числе и латвийских граждан. Ну а сейчас к этому привязали еще и идею полной зачистки территории Латвии от автомобилей с российскими номерами. Здесь, конечно, большую роль играет сугубо пропагандистская составляющая, потому что, понятное дело, сейчас на своих машинах с российскими номерами никто в гости не ездит, а местные граждане России с видом на жительство имеют номера латвийской регистрации. Поэтому я считаю, что это, конечно, пиар-акция, но, возможно, несколько автомобилей под нее попадут. Приближаются выборы, в том числе в Латвии, Европарламент, и будет обостряться конкуренция между политическими силами. Недавно там только сформировалась новая правящая коалиция. Естественно, ультранационалисты, отправленные пока на скамейку запасных, также ищут любые поводы лазейки каким-то образом досадить правительству, втянуть его в какие-то такие пиар-акции, но на которых, прежде всего, могли бы отметиться они сами. Поэтому здесь мы видим, скорее, внутриполитический аспект, ну и, конечно, пиар Латвии как одного из передовиков антироссийского авангардного политического движения. Владимир Семендей, российский историк и политолог. При этом транзит в Калининградской области остается исключением, и с этой целью въезжать в страны ест на автомобиле с российскими номерами можно. В Латвии закон о конфискации машин из России может вступить в силу с 15 ноября. После этого автовладельца будет три месяца, чтобы вывезти свое транспортное средство с территории страны или перерегистрировать его.